привет вы смотрите ост-вест сегодня 13 сентября в баварии арестовали исламиста который готовил теракт прокуратура мюнхена заявила что полиция взяла под стражу 27-летнего сирийца который планировал убить солдат бундесвера в баварском городе хофф мужчина хотел напасть на военнослужащих во время их обеденного перерыва в центре города и даже купил с этой целью два мачете длиной около 40 сантиметров следователи предполагают что молодой человек является радикальным исламистом расследует это дело местное управление по борьбе с экстремизмом при генпрокуратуре германии продолжаются споры о миграции новый репрезентативный опрос югов показал что большинство немцев выступают за более строгие правила для мигрантов на границах германии независимо от требований европейского законодательства 71 процент высказался за прямое выдворение беженцев на границе такие меры уже существуют но только для иностранцев которые хотят въехать без визы и не обращаются при этом за получение убежища и для людей с запретом на въезд напомним что консервативная партия хдс требует чтобы немецкие пограничники разворачивали обратно всех беженцев которые хотят попросить убежище в германии и если они прежде уже находились в другой стране евросоюза на вопрос поддерживаете ли вы введение погранконтроля если необходимо закрытие границ почти половина респондентов ответили я полностью за еще треть скорее за то есть против усиленного контроля на границах всего лишь 20 процентов абсолютное большинство опрошенных сказали что они за депортацию большего числа людей не имеющих права на пребывание в германии причем менее толерантными к беженцам оказались пожилые жители германии возрастной группе 60 плюс больше 95 процентов хочет больше депортации в то время как среди людей до 40 таких 68 процентов примечательно что как минимум в этом опросе не было существенной разницы мнений между западными и восточными немцами напомним что по данным мвд за год германия депортировала более 30 человек кому было отказано в убежище с прошлого года в германии также работают стационарные пункты контроля на границах с польшей чехии и швейцарией на границе с австрией такие действуют еще с сентября 2015 года а с понедельника проверки будут проводиться и на границах с францией дании бельгии нидерландами и люксембургом к слову по последним данным он страны евросоюза в поисках убежища прибывает все меньше беженцев количество нелегальных пересечений на южных границах в этом году сократилась на треть в абсолютных числах если за аналогичный период прошлого года таких было 176 тысяч то в этом году 115 тысяч нелегальных мигрантов они въезжали большей частью по средиземноморскому и атлантическому маршрутам в качестве возможных причин и почему беженцев стало меньше шпигель называет спорное соглашение между евросоюзом и тунисом полиция и береговая охрана туниса откуда отправляются многие беженцы потом по морю все чаще останавливает этих людей и депортируют их в нигер или даже отправляет их в пустыню консервалов шольц сегодня заключил новое миграционное соглашение с президентом кении сейчас немецкое правительство ведет активные переговоры с несколькими странами чтобы с ними было проще договариваться о контроле за нелегальной миграцией в конце недели шольц летит в узбекистан и самарканде тоже планирует подписать аналогичный договор но не кения не узбекистан не входят в число основных стран происхождения беженцев чтобы привлекать другие страны к сотрудничеству правительство еще в том году назначила специального уполномоченного представителя йохим штамп от партии свободные демократы сейчас ведет переговоры с правительствами молдовы кыргызстана колумбии ганы и филиппин самая крупная сделка в истории дойче бан логистическое подразделение шенкер продали компании конкуренту изданий за 14 3 миллиарда евро ожидается что сделка будет завершена в течение следующего года при условии что ее одобрит наблюдательный совет дойче бан и правительство германии в компании таким образом надеются погасить долги дочь и бан шенкер это один из ведущих мировых поставщиков логистических услуг в компании работает 73 тысячи человек в более чем 130 странах теперь сотрудники шенкер опасаются за свои рабочие места и недавно провели даже демонстрации в нескольких городах сегодня объявлено что новые владельцы будут обязаны сохранять рабочие места до 2027 года плюс новый владелец датская компания dsv планирует инвестировать в германии около 1 миллиарда евро в течение пяти лет это должно привести к созданию новых рабочих мест в германии гендиректор дойче банн рихард лукс объяснил причину продажи он заявил что компания хочет сосредоточить свой бизнес на железнодорожной инфраструктуре в германии и сделать этот бизнес рентабельным а сокращение долга должно дать дойче бан необходимую финансовую устойчивость в прошлом году чистый убыток дойче банн составил около двух с половиной миллиардов евро министр транспорта германии фолькер висинг поприветствовал продажу шенкер и сказал что его цель как министра состоит в том чтобы дойче банн сосредоточился на своей основной деятельности а именно железнодорожных перевозках в германии и важная новость для жителей берлина с пятницы добраться до аэропорта берлин бранденбург можно будет только на региональ бани обычные с баны не будут ходить до 7 ноября включительно на путях будут вести строительные работы то будут прокладывать новые кабели это значит что поезда до аэропорта ходить будут реже и могут быть переполнены но дочь и банн организует в это время замену автобусным сообщением посмотрим как справиться германия хочет покупать больше нефти у казахстана в конце недели канцлер шольц отправится в узбекистан и казахстан в немецком правительстве сегодня заявили что приветствуют возможное расширение поставок казахстанской нефти цель состоит в том чтобы у нефтеперерабатывающего завода пцк в швете были не один-два а несколько поставщиков поэтому власти германии рассматривают в качестве поставщика и казахстан сейчас на завод швета оттуда идет из казахстана идет 20 процентов сырья по сути это продолжающиеся последствия войны россии в украине германия прекратила импортировать российскую нефть и с тех пор не оставляет попыток разнообразить диверсифицировать свои поставки правительстве намекнули что и казахстанская нефть это тоже не совсем идеальный для германии вариант поскольку в германию она поступает по российским трубопроводам то есть москвы фактически сохраняются рычаги влияния кроме нефти германия хочет в будущем импортировать и казахстанский газ речь будет идти о тендерах на строительство газовых электростанций до сих пор вопрос новой инфраструктуры в центральной азии решить было сложно но сейчас все возможности для этого изучаются заинтересованы власти в германии в импорте водородок германии 2030 году придется импортировать от 50 до 70 процентов своих потребностей в водороде а у казахстана большие запасы возобновляемых источников энергии несмотря на предупреждение китая впервые за 22 года два немецких военных корабля проходят через тайваньский пролив это подтвердил министр обороны германии борис пистолиус по его словам германия заранее не стала уведомлять об этом китай потому что международное право и не обязывает это делать сигнал очень простой и мы этого всегда придерживались и я тоже международные воды это международные воды это самый короткий маршрут и это самый безопасный маршрут учитывая погодные условия и это международные воды поэтому мы можем через них проходить по данным минобороны немецкие корабли следуют из южной кореи в столицу филиппин манил это является частью индотехоокеанских учений германия проводит их совместно с другими странами ранее вlaw китай предостерегли от цитата угрозы китайскому суверенитету под видом бесплатного международного судоходства китай напомним считает тайвань своей территорией тайваньский пролив находится как раз между материковым китаем и тайване и китай считает пролив своими территориальными вводами прежде чем прежде в пекине не раз показывали ноту протеста когда через тайваньский пролив проходили американские военные кораблиione русское «В отношении экономических отношений с Тайванем заинтересован немецкий бизнес, но ему тоже нужна гарантия безопасности. Поэтому немецкая промышленность призывает федеральное правительство максимально поддерживать и без того разрушающийся международный порядок, который основан на правилах», — заявил в интервью Handelsblatt член Федерации немецкой промышленности Вольфганг Нидемар. «Украинские атаки дальнобойным оружием по военным объектам в России допустимы с точки зрения международного права», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Чтобы удары вглубь России законны, считает и председатель Комитета по обороне Европарламента Мария Агнас Штракт-Циммерман. В интервью РББ-24 немецкая политика заявила, что шанс на дипломатию есть только благодаря военной мощи Украины. «Ни для кого не секрет, с каких баз Владимир Путин запускает свои ракеты, мы говорим о чисто военных целях. Если есть только одна возможность дипломатии — это провести реалистичный разговор с Владимиром Путиным при условии, что военное давление сохранится или даже увеличится. Только тогда Путин или дружественные ему государства поймут, что ход войны складывается не в их пользу», — считает Штракт-Циммерман. По мнению политика СВДП, Германия и Европа не должны принимать никаких табу, навязанных Владимиром Путиным. Напомним, Путин заявил, что удары высокоточным западным оружием по территории России якобы будут расцениваться российскими властями как прямое участие НАТО в войне. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украине. Впрочем, какое изменение самой сути конфликта имел в виду Путин, не ясно, потому что он и так с самого начала говорил, что войну в России якобы объявил коллективный запад. «Лондон не стремится к конфликту с Россией, но Россия начала этот конфликт и может прекратить его прямо сейчас», — так прокомментировал заявление Путина британской премьер Кир Стармер. Напомним, что именно Великобритания, как сообщила The Guardian, первой разрешила Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Аналогичное решение по использованию ракет Атакамс вот-вот примут американцы, но пока официально об этом не объявляют. «В нашей политике не произошло никаких изменений, мне нечего анонсировать, и, конечно, если будут какие-то изменения, мы вам сообщим, но на сегодняшний день эта политика не изменилась. Брятание ядерным оружием не ново. Это очень безответственно и опасно. Как подчеркнул министр обороны Остин, это не тот язык, который может использовать крупная военная держава, у которой есть ядерное оружие». «В этом месяце запланирована моя встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы, систему взаимосвязанных решений, которая даст Украине достаточно силы, достаточно, чтобы поставить эту войну на путь мира». Вот что пишет сегодня New York Times со ссылкой на анонимные европейские источники. Джо Байтон склоняется к тому, чтобы согласиться на применение Украины западного оружия по российскому тылу, но только если это будет не американское оружие. Сегодня Байден встречается с британским премьером Стармером, который, по всей видимости, попытается убедить его выдать разрешение Украине. На фронте последние дни происходит следующее. Российская армия продолжает наступление в направлении Покровска. Войска находятся в 8 километрах от города и бомбят его авиабомбами. Кроме того, идет контрнаступление российских военных под Курском, как сообщает Wall Street Journal на западном фронте территории, которая удерживает Украину. Сын главного раввина Украины Маши Асмана погиб на фронте. Почтить память военного Антона Самборского к центральной синагоге Киева пришел посол Израиля. У погибшего украинского военного остались жена и маленькая дочь. Ей не было и месяца, когда ее отец ушел на фронт. Близкие говорят, что встать на защиту Украины – это был осознанный выбор Антона Самборского. Он пришел в нашу семью, когда ему было 10 лет. Его привели в синагогу. Мы не собирались иметь еще одного ребенка. На тот момент у нас было 8 детей. И у нас был ребенок, который в то время очень болел. И я была очень занята. И когда муж позвонил и сказал, что ему привезли этого ребенка, и мы должны его забрать, у меня был шок. Для меня это был шок. Я помню, когда он пришел сюда. У него было 10 с половиной лет. Он был сыродан из родителей. Бабушка, которая приехала. Бабушка в Америке. Она его привела и потом уехала в синагоге. И мы его взяли с моих округами. Убили русский мир, которые пришли сюда. Это, как они сказали, динацифицировать Украину. Вот кого они динацифицируют. Это сирот. Это людей разных национальностей. И русских, и евреев, и украинцев. Вот это то, что они творят. Сегодня Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 49 российских и 49 украинских граждан. Из них 15 военнослужащих тогдашнего полка АЗОВ, которые находились в плену более двух лет. Кроме того, в обменный список попали военные ВСУ, нацгвардии, нацполиции и гражданские. АЗОВцы попали в обмен впервые с прошлого мая. Нынешние обмененные преимущественно женщины. 900 человек из полка АЗОВ по-прежнему остаются в российском плену. Дональд Трамп отказался от финальных дебатов с Камалой Харрис. Кандидат в президента США от Республиканской партии написал об этом пост в своей соцсети Truth Social. Теледебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Их смотрело почти 70 миллионов человек. Опросы показали, что Харрис выиграл их с небольшим преимуществом. Как все видели, два дня назад мы одержали монументальную победу над товарищем Камалой Харрис в президентских дебатах. И поскольку мы дважды провели дебаты и оба раза прошли успешно, третьих дебатов не будет. Когда боксер проигрывает бой, ну вы же видели всякие поединки, верно? Первые слова, которые он произносит, я хочу матч-реванш. Я хочу реванша. Ровно это она и сказала. Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у товарища Камала Харрис. Камала Харрис выступила на митинге и еще раз вызвала Трампа на дебаты. Ну а минувшей ночью начали сносить поврежденную часть моста в Дрездене. Работы по расчистке продолжались всю ночь. Грузовики вывозили строительный мусор. К воскресенью там ожидается затопление из-за того, что части моста образовали плотину в Эльбе, а в регион со стороны Чехии идут сильные дожди. Сейчас у экстренных служб цель полностью демонтировать мост к моменту, когда в реке поднимется уровень воды. Задачу осложняют в том числе трамвайные рельсы, которые были на том самом мосту. Федеральное агентство технической помощи уже разъяснило трамвайные пути и трубы теплоснабжения локальными взрывами. Вокруг была создана зона безопасности в 100 метров. Неподалеку там расположены здания Министерства финансов и офисы государственной канцелярии. Оттуда людей временно перевели в другие корпусы. Сейчас эксперты с тревогой следят за прогнозом погоды. Ожидается, что с пятницы по понедельник в Саксонии будет идти непрерывный дождь. За прошедшие 10 лет от экстремальных погодных условий пострадало большинство регионов Германии. Это результаты репрезентативного опроса по заказу Федерального агентства по охране окружающей среды. Только 12% местных властей подтвердили, что у них есть план адаптации к изменениям климата. Многие муниципалитеты признают, что сталкиваются с трудностями. 82% согласились, что административная структура в ее нынешнем виде представляет собой серьезную проблему. Есть и нехватка ресурсов. 678, больше половины муниципалитетов Германии, назвали в качестве препятствий нехватку сотрудников и финансов. Дело в том, что 1 июля в Германии вступил в силу закон об адаптации к климату. И теперь немецкие власти на всех уровнях обязаны разрабатывать соответствующие стратегии. Пока все продвигается с переменным успехом. Начиная со следующей недели, всю Германию ждут забастовки, на этот раз в необычном месте, в ресторанах фастфуда. У сетей вроде Макдональдс, Бургер Кинг, Нордзе, Старбакс, Пицца Хатта и Лестерия тоже есть свой профсоюз. Он называется НГГ. Профсоюз питания и развлечений, если переводить грубо. Сейчас он ведет как раз переговоры с работодателями, но второй раунд завершился без особых результатов. Профсоюз требует в том числе повышения минималки до 15 евро для тех сотрудников, у кого самые низкие зарплаты в этом секторе. Третий раунд переговоров навещан на ноябрь, а до этого стоит ждать предупредительных забастовок по всей Германии. Мы очень благодарны вам за ваши лайки и подписку на YouTube, а также в Telegram, Facebook и других соцсетях. Не забывайте, пожалуйста, это делать, чтобы алгоритмы про нас тоже не забывали. Желаю вам хороших выходных, увидимся!